А этот дом, он получается тоже, что ли, на плане заброшен? Это проданная, это тоже заброшенная квартира. Блин, вы представляете, столько техники, все стоит. Ребята, у меня к вам просьба, у нас дом тонет, можете в интернет выложить? Всем привет, сегодня мы отправимся в полузаброшенный город в Ярославской области. Вообще-то гигантская депрессивная территория, где заброшены целые деревни и села. Мне хотелось узнать, как живут люди, когда по соседству с ними стоят заброшенные дома и здания. Когда все, что ты знал и помнил, оказалось закрыто. И поеду в этот раз я в компании Гена Инферниуса. Ему удалось побывать Чернобыль и показать самые неизведанные места. И он даже смог сделать ремонт в одном из зданий. Гену я знаю не первый год, мы часто с ним выбирались в поездки, но в последнее время у него почему-то очень сильно упала активность. Давайте попробуем помочь Гене подпиской и комментариям. Из тех, кто напишет под последним его роликом комментарий «Привет от канала «Русские тайны», выберу случайных победителей» и их имена оглашу в сторис в инстаграме. Ссылку на канал Инферниуса я оставил в описании. Вообще Бектышево хоть и выглядит ужасающе, находится не так далеко от Москвы. Всего каких-то 170 км от столицы. Казалось бы Бектышево должно жить сыто и богато, но развал Союза и уничтожение всей инфраструктуры привело вот к такому результату. Ярославская область сейчас занимает четвертое место из всех областей России по темпам вымирания сел и деревень. И вот так вот под боком у столицы люди живут в ужасающих условиях. Вот, собственно говоря, стела, которая обозначала совхоз. Чем был крупнее колхоз, тем была мощнее стела. Вот остатки сельского хозяйства. О, собачка. Увидительно, как до сегодняшнего дня дожили вот эти вот все постройки, которые когда-то относились к сельскому хозяйству. Даже сложно поверить, что когда-то здесь разводили коров, свиней, всю всевозможную живность. Видно то, что и сейчас местные жители кое-как за этим тоже присматривают, чтобы совсем не растаскивали. Уровень и масштаб, конечно, уже давно не тот. Что вот здесь, 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 здесь все было заселено животными, которые кормили всю область. Ну вот сейчас вот, как видите, уже все забыто и заброшено. В Советском Союзе Бектышево жило за счет колхоза. Все жители работали на полях и получали неплохую зарплату, даже по меркам столицы. Бектышево ширилось и процветало. Строились новые улицы, дома, социальные здания и школы. Несмотря на все прелести деревни, у молодежи все равно было большое желание оттуда поскорее уехать. Но возможности, как таковой, тогда не было. Те, кто жил в деревне, паспорта попросту не выдавали. То есть, по сути, было восстановлено крепостное право. Однако, в 74 году, в 7 без исключения, стали выдаваться паспорта. И уже с начала 80-х годов колхозы стали пустеть. Так у нас здесь, пока Союз был, тысяча с чем-то поголовья было крупного рогатого скота. Они считают телят и молодняка. Это только коров, вот тысяча с чем-то был. Да. А как это постепенно все стало закрываться? Ну как, сначала закрылась одна ферма, скотину. Часть расформировали по фермам поставшимся, а часть увезли на мясокомбинат. И так вот постепенно, постепенно все. Потом уже, в конце концов, осталось 100 с чем-то голов коров. Вот нас хозяин купил, который скупил у нас паи. И потом, в среди лета, всех коров сдал. Он сказал так, мне легче коров сдать, чем платить вам зарплату. Вообще, всех коров порезали. Да, все. Потом, в конце концов, он эти остатки сдал. Нас на биржу труда со скандалом. В чем? Вау, блин, офигеть. Это же еще тех времен машина. Смотри, тут прямо... Слушай, это что за марка-то такая? Смотри, 103, три нуля. Вот классический трактор. Вот, ну вот это вот тоже довольно известный трактор. Но состояние близко к аварийному. Двигатель еще не вытащили. Не знаю, можно его, нельзя реанимировать? Да, скорее всего, вряд ли. Блин, вы представляете, столько техники и все стоит. Вот, когда-то все это на полях работало. Ну, собственно, хоть тут люди и жили, но все вытащено просто до предела. То есть тут даже все под чистую срезали. Ну, хотя бы ради видов, что ли, из окна. А это квартира, получается, заброшенная? Да, внизу заброшенная. Это проданная квартира. Я тут бабку умерла, сынок оставил и продал. Да, тоже заброшенная квартира. Ну, а как, вообще не страшно? Вы считаете, одни живете? Да нет. У нас сосед молодой живет. Ааа. Вот вполне себе нормальная картина. Половина дома заброшена, половина действует. Вот еще один дом. Я тоже думал, что он заброшен. Судя по проводам, вполне себе действующий. Но тут, судя по всему, осталось буквально несколько жилых квартир. Все остальные заброшены. Жутковатая, если честно. Картина. Вот весят вещи. Вот. И живет буквально в целом доме две семьи. Вот закрытый магазин. Видно то, что закрыт он относительно недавно. Тут какой-то профлист положили. Но внутри ремонт никто не делал. Вау, какие тут старые еще двери. Обалдеть. Вот тут монумент еще посвященный Великой Отечественной. Ну да, за меморалом тут следят. Здесь все покрашено. Все более-менее ухожено. Ааа, это когда перестройка-то началась? Да, да. Хулиганство какое-то было над нами. Здесь плодородные земли. Да, до сих пор. Но если туда, говорит, бросить навозику. То все будет расти? То будет как на Украине. Урожай как на Украине. А почему ничего не засевается-то? А это уж хулиганят там, наверху. Как? А в 90-е там столовая не работает. Скотный двор увозят, увозят скотину. Ничего не остается. Доярки остались без работы. Значит, вот печеньми-то и живем. Слушай, она работает. Я думал, что это все заброшено. Нет. Нашли детскую площадку. У-у-у. Слушай, Ген, прокатись. Смотри, это тоже, похоже, делали сами люди. Да, смотри, тут из того, что было. Арматура, уголок. Смотри, горка тоже самая. Похоже, сами местные всем этим занимались. Вот трактор еще старый. О-о-о-х ты. Слушайте, это, видимо, для ремонта тракторов. Их подвешивали. Ну и, соответственно, ремонтировали. Вот. А вот это к трактору подцепляли. И для того, чтобы он вспахивал землю. О, какой, кстати, модный трактор. А это список тех прекрасных людей, которые стали спонсорами этого канала. Что называется, отдали свои кровные на развитие этого канала. Чтобы была возможность чаще путешествовать и показывать все новые и новые затерянные места. Как всегда, кнопка спонсорства прямо под видео. И все реквизиты я оставил в описании. Слушайте, это вообще просто экспонат, экспонатище. И вполне себе он действует. Вон он даже покрасили. Именно такие использовались на торфоразработках. Но этот, по-моему, уже подразобрали. Уже на запчасти. Он уже ушел в историю. Хотя, может быть, даже его пытаются восстановить. Но это прямо уникальный, уникальный экспонат. Такой довольно дорого стоит. Нет, полностью разобрали. И ни двигателя. Ничего нету. Вот еще, кстати, уникальная. Уникальная радиола, кстати. Вот смотрите, все двигается. Женька, вот с Москвы блогеры приехали. Старую школу можно заснять? Ну просто заснять. Ну да, интересно. Здрасте. Здрасте. Сергей. Мы когда-нибудь полностью развалимся. Через 15 минут я подпойду. Угу. Друзья, сейчас иду к школе. Которую любезно согласилась показать нам учитель физкультуры. Сейчас посмотрим, в каком она состоянии. Вот площадка прямо у школы. Конечно, грустное зрелище. Ничего не красит никто. Не ухаживает. Вот все. Была школа и нет школы. Дорогой друг, если ты хочешь знать о всех новостях канала, о том, куда мы едем и какие планы, то обязательно подписывайся на наш инстаграм. Ссылка, как всегда, в описании. А давно все это закрыто? Больше пяти лет-то? Больше десяти уже, да. О-о-о-о! Спортзал закрыли два года назад. Спортзал? Ну вот, пристройка здесь. Пошла трещина сначала. И потекаемость пошла. Ее закрыли из-за этого. В общем, такие вот были классы. Рассказывали о том, что, несмотря на то, что тут были батареи, все время было холодно. Наверное, потому что везде щели были. Вот, и отапливать такую школу было довольно сложно. Вот, кстати говоря, математика. Вот, похоже, я по ней тоже занимался еще в школе. Живая Русь. Тут различные книги. Математика, да, я, наверное, еще по ним в школе занимался. Вот, ну а какая-то часть, конечно, половаляется. Это ужасно. Обратите внимание, что эта вся школа отапливалась с помощью печки. Вот, и от нее как раз вот и шли батареи для того, чтобы обогревать эту школу. Тут довольно такая типичная сельская школа. Тут, кстати, туалеты были. Я даже не понял, настолько все тут красиво сделано. Шторка, кабинки. Даже у меня в школе не было кабинок. Все было без дверей. Школа была закрыта из-за того, что вот такие вот провалы. Все стало сыпаться. Вот. И здание требовало ремонта. Вау! Вот это тоже один из таких сохранных классов. Это, судя по всему, класс химии. Правда, тут куча всего всякого разбито. Но, тем не менее, до сих пор все в очень классном состоянии осталось. Такая сельская школа. Вот. А вот это, скорее всего, был класс для учителя. Вау! И всегда здесь были самые интересные вещи. Тетради, склянки. Вот именно здесь все всегда было. Да, вот всякие химикаты различные. Вот все было здесь, конечно. А сельская школа. Да, это просто. И. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Здесь, судя по всему, продолжали обучение дети Это, скорее всего, была старшая школа Вот тут даже остались парты Такая вот тут дырень огромная Здесь также учились ученики буквально лет пять назад Сейчас, конечно, все в таком разрушенном виде Книжки на полу Печка покосилась А как со стороны не скажешь Обычный деревенский дом Вот дом Уже заброшен, я думаю, десятки лет Потому что вот Полно все-все заросло деревьями Ребята, мне к вам просьба У нас дом тонет Можете в интернет выложить? Давайте покажем Так это что, это фекалия, что ли? Конечно, это канализационная яма У нас, ну как выгребная, помню Да, да, да Дом стоит на яме на этой полу А это все, у вас тут подвалов нет? Подвалов нет Куда только не писали, куда только не обращались Еще раз, выгребная яма, это получается из дома, это вот сюда? А как так получилось, что такая проблема? А провалился Дом вот в 50 с лишним лет А когда был капремонт последний? А он был и Я что-то такого не помню То есть капремонта фактически не было за полвека? Не было А этот-то дом, он получается тоже, что ли, наполовину заброшен? Да, они все, вот все четыре дома старые Они все наполовину заброшены В этом доме вообще вот живут Вот эта верхняя квартира Ага Вон там он И все? И все И тут вот дачница наверху живет А нет, внизу купили квартиру Наташа набрала В том доме, наверное, трое живут Такой же вот дом То есть превращается в такой город-призрак Ну Потому что все, кто куда Кто в Москву, кто в Переославль, кто куда-то уезжает Жить-то надо как-то Да Ну и в конце, по традиции, конкурс В этот раз я загадываю найти На какой секунде появляется плакат с названием Из истории языка Ну а вот победители прошлого конкурса Я там загадывал найти граффити на стене с цифрой 2019 Ну и конечно, жмите лайки, подписывайтесь на канал И ставьте звенящий колокольчик Увидимся через неделю Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok